В России с 5 мая 2021 года вступил в силу приказ Минприроды по поводу сбора грибов. Теперь бесплатно можно их собирать только для себя. Допустимо собирать лисички, сыроишки, маслятые опята со шляпками более полутора сантиметров в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать два с половиной сантиметра. Календарная зима закончилась совсем скоро, снег в Сибири начнет таять. Уже в конце апреля новосибирские грибники отправятся за первым в 2022 году урожаем. 69-летний житель Новосибирска Владимир Ищук собирает грибы с 25 лет. Начинаю разведку в начале июня, и в зависимости какая погода, весна теплая, если земля прогрета, и надо выезжать раза три на недельки. Новосибирская область богата различными видами грибов. Белый гриб, масленок, подберезовик, подосиновик, опята, осенние грибы, сыроежки, волнушки, грузди сырой, сухой. По осени опята идут на сбор. Июль-август – это грусть идет для засолки. Ну а июнь-июль – это подберезовик. Владимир признается, летом в лес ездит очень часто, дачи у пенсионера нет, поэтому проводит все время на природе. Домой всегда возвращается с хорошим уловом. Бывает так, что нарубишь ведра два-три, а так как я хожу пешком, стараюсь и отдыхать в лесу там, природой полюбоваться. Рано утром уезжаю из дома, стараюсь я с первым автобусом. Сибиряк отмечает, что старается уехать от города хотя бы на 10 километров. В экологически безопасные места, ведь грибы впитывают опасные вещества. Впитывают вот эти все газы, масла, идут. Но могут они, конечно, взять и среди леса, потому что если у нас осадки идут, какие-то активированные они. На зиму Новосибирец делает заготовки. Замораживает свежие грибы, делает разносолы, какие-то виды засушивает. Запасов хватает всем до конца зимы. Грустью он идет на соление. Под березовик его можно, ну, обычно жарят, самые первые. Суп хорошо с них получается, с фасолью варишь. Маринуется под березовик, под осиновик тоже идет. Ну, это на усмотрение хозяина. Сибиряк любит не только собирать грибы, но и часто радует членов семьи вкусными блюдами. Ну, это сейчас вот сделаем заправку для картофеля. Это гриб-опенок. И вот собирать лучше вот такие вот, которые побольше, толстая ножка. Тогда они, такой он гриб сочный, ароматный. Даже можно покрупнее, если попадется. Но в этом году очень было мало. Помимо грибов Владимир также собирает в лесу ягоды, клубнику, смородину, жимолость. А еще новосибирец – заядлый рыбак. Летом почти все время проводит либо на берегу Аби, либо в лесу. 69 лет пенсионер в отличной физической форме и никогда не переживает, что приготовит на обед или на ужин завтра или через месяц. Грибы – это соленые, грусть сырой. Маленькие грибочки самые такие, красавцы. Маринованные свинушки, тоже молоденькие. А это припущенные опята с лучком, тушеные с картошечкой. Супруга Владимира тоже проводит время на природе, только в огороде. Так что скучно пенсионерам в Сибири не бывает, да и дары природы радуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...